Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим недельную главу Корох. Итак, часто бывает, вот мы слышим, как Корох говорил, и как многие другие сегодня иногда, не дай Бог, думают, повеления Бога не такие, почему Он сказал так, почему это, говорит маленькая песчинка. Причина наших страданий, это не совпадение наших желаний и планов с видением того, кто создал этот мир. Как сопоставление странное, но, к сожалению, так оно и есть. Но грустно и смешно спорить с Богом в том, что Он управляет так или иначе своим миром. Многие проблемы возникают у людей, потому что они изначально считают, что им это положено. Вот как Кушнир сказал, там на лбу ходят, не додали. Положено, положено, пусть чуть-чуть положено, но положено никто. Положено, что солнце встает утром, там, все положено. По нашему мнению, просто так, нам не додали во всех отношениях, причем по-разному, одному не хватает власти, одному денег, третьему счастья, здоровья, четвертому улыбок. И все, это проблема короха. Богатейший человек на земле, но ему было мало. У него была семья, у него были дети, у него были деньги, у него было все, ему не хватало власти. И вот так вот происходят все неприятности на земле. И вот тут все в наших руках. Я расскажу такую историю. Ну, на исходе Арушана, последнего в Нейбраке, множество людей ожидали автобуса. 402 номер, который должен был повезти их по маршруту Нейбрак-Иерусалим. Проезжавшие были полностью набиты пятком, люди ждали, ждали, несколько часов, ну, короче, начали сердиться на компанию, обещали. И в полвторого ночи к остановке подошел пустой автобус, но 318. И водитель спросил людей, чего они здесь ждут. Они начали говорить, что вот, 402, ждем, никого нету. Водитель удивился, говорит, странно, тут что, а что, ну, повезите нас, пожалуйста. Он говорит, а как я могу, я еду по маршруту, я же не могу. Ну вот, но люди уговаривали, пока он не согласился, и не повез их в Иерусалим. На протяжении всей поездки, Роша Шана, водители говорили ему спасибо, благословен, подходили, спрашивали, как его зовут, имена, и как он молодец, как он их спас, хорошего года и так далее. В самом конце поездки, когда все вышли, к водителю подошел последний пассажир и говорит, а как вы вообще согласились? Ведь вас завтра, не дабух, могут уволить? Водитель говорит, нет, я скажу вам правду. Диспетчер попросил, чтобы кто-то из водителей подъехал к группе, ожидающей больше двух часов, и выручили их. Но никто не соглашался, потому что знали, что пассажиры будут злиться и проклинать водителей из-за такой задержки. Разве кто-то хочет себе проклятие прямо перед Роша Шана? И тогда у меня возникла идея поставить на автобусе номер 318 и в таком виде подъехать к остановке. Так я выиграл огромное количество благословений на весь год. Понимаете? Что на самом деле заставляет людей гневаться на водителя, который не приехал вовремя, и бесконечно благословить водителя добровольцем? Вот великая тайна, скрыта только в словах «нам положено». Когда расписание гласит, что автобус должен приехать в определенный час, а его нет, мы сердимся. Нам обещали, а мы ждали, а он не явился. Так это когда и обещали, а когда не обещают. Вот смотрите, подъехал другой автобус, водитель, который нам ничего не должен, но соглашается довезти до места, хотя эта поездка не бесплатная, мы все равно ему благодарны. Ведь он нам ничего не должен. И все равно помог. Когда встает солнце, мы считаем, что нам это положено. Когда за окном мирное небо положено, все живы положено, но это не так. Когда человек знает, что творец мира, ничего ему не должен, ни достатка, ни детей, ни дома, ни здоровья, он ощущает себя счастливым и не жалуется. Когда он живет, ощущая все, что у него есть, это подарок от Бога, он благодарит Творца. А даже если что-то, не дай Бог, теряет за то, что осталось, за то, что он когда-то получил. Или, конечно, кстати, обязательно тогда, при таком отношении к жизни, получит и дальше. Когда мы это понимаем, то мы понимаем, что все бессмысленные ожидания просто должны прекратиться. В жизни должен наступить такой период, когда мы просто получаем удовольствие от того, что имеем сегодня. Мы просто его благодарим. Нам никто ничего не должен. Знаете, рассказывал один раввин, в бизнесе не бывает гладко, иногда хорошо, иногда плохо в семье. Один раз был момент, когда было очень плохо. Я пришел к Раву Цхаку Зильберу и говорю, так и так, так и так, что делать? Он смотрит на меня, молчит, а потом говорит, жена здоровая, дети здоровые. Я, да, говорю, не понял, я ему рассказывал про нормальные вещи, спрашиваю совета, он, дети здоровые. Ну, еще раз рассказываю, думаю, все-таки, может, не понял, он сделал паузу и говорит, жена здоровая, дети здоровые, прыгай до потолка, радуйся и прыгай до потолка. Тебе никто ничего не должен. Нам каждый день, каждый вздох, каждый это подарок нам. Вот с этим отношением совсем другой взгляд на мир. Браховая от слоха, и пусть все-таки хочется подарков, хочется подарков, но нервничать нельзя. Браховая от слоха, всего самого лучшего, и пусть у всех будет очень удачный день.